Пользу можно, не проехать, ничего. Рядом помойка, все это удалить, это вообще ужас. Такое месиво из грязи у дома 5-1 по улице Глинки стоит уже два года, пожаловались нам местные жители. С их слов, энергетики здесь прокладывали электросетевой кабель к новостройке ЖК «Жемчужина». После инженерных работ остались глубокие ямы. Когда-то на этом месте росли цветы, сейчас канавы. Для того, чтобы пройти по территории, нужно перепрыгнуть через яму, обойти деревья. Других способов перемещения у местных жителей просто нет. Разбита дорогой во дворе. На первый взгляд она кажется грунтовой. На самом деле асфальт под толстым слоем земли. Ранее здесь тоже меняли трубы, рассказывают жители. Зимой во время дождей легко поскользнуться. Грязь и глина по всему периметру здания. Дому 61 год, здесь 14 квартир. Большинство жителей пожилые люди. Любови Мягковой 80 лет. Женщина признается, что падала здесь не один раз. Самые большие сложности. Я с палочкой еле хожу. На магазин-то надо идти все равно. Где-то по краешку, где упаду, где как. Зимой ты вообще упадешь. Здесь маленькую тропинку сделали. Ну что это такое? Ямы под окнами и размытые дороги далеко не весь перечень проблем местных жителей. По их словам, в доме десятки лет не делали элементарного косметического ремонта. В одном из подъездов шатается пол, а со стены сыпается штукатурка. Подъезд это у нас проблемное место. Вот посмотрите полы. Они ходят ходуном. Вот ступеньки, которые можно разобрать по кирпичику. Вот так. Вот стена, которая обваливается. Жители говорят, что не раз сообщали о проблемах в мэрию. Звонили, писали письма. Пока ситуация не изменилась. Нам прислали шесть писем от администрации. И они каждый год, ноябрь, октябрь, весь вот все лето, то нет. Потом в конце ноября нам присылают бумагу, что весной этого года заделают. Так никаких инстанций нет. За порядок на придомовой территории должны отвечать обслуживающие организации. Но от коммунальных служб помощи тоже нет, сетуют жители. Мы прояснили ситуацию. Оказалось, что дом находится на непосредственном управлении собственниками. С коммунальщиками заключен договор только на введение паспортного стола и аварийное обслуживание. Вопросы по организации придомовой территории должны решить жители сами. И также определить источник финансирования данного вопроса. Мы в администрацию города Владимир обращались. Нас там завтраком кормят. Говорят, идите в свою управляющую компанию. Мы приходим сюда. У вас нет управляющей компании на доме. У нас с вами договор на обслуживание. Не на управление. Работы по восстановлению придомовой территории в этот перечень не входят. Убрать придомовую территорию во Владимирской управляющей компании согласны за отдельную плату. Но, похоже, в истории с разрытием и благоустройством территории деньги жильцов не понадобятся. Как нам сообщили энергетики, техническое подсоединение к ЖК «Жемчужина» действительно было. Работы проводит компания ОРС «Владимирская область». Работы были проведены, но поскольку были зимние условия, и уже нельзя было кабели передергивать. К сожалению, один кабель не прошел испытания. И сейчас мы ищем метод повреждения. Вот буквально на следующей неделе его уточнить, потому что там прокол очень длинный. И у нас есть подозрение, что либо это вот в месте врезки, где, собственно, котлован, либо все-таки он в самом длинном-длинном проколе подземном, так называемом горизонтальном направленном бурении. Энергетики обещают благоустроить преддомовую территорию уже на следующей неделе. А вот кто проведет хотя бы косметический ремонт в доме? Вопрос остается открытым. Общественники подсказали жителям возможные пути решения. Город должен провести конкурс на право управления этим домом. Чего он не делает, потому что он знает, что точно никто не выйдет туда. Либо признаваться дом аварийным, либо включаться в программу развития застройных территорий. Виральная программа. К сожалению, ни первое, ни второе, ни третье, как бы они не делают. Готовы ли городские власти помочь жителям проблемного дома улучшить свои жилищные условия? Мы направили соответствующий запрос в мэрию. Общественники с ЖКХ контроль рекомендуют жителям также обратиться в прокуратуру с жалобой. Либо продолжать содержать дом за свой счет. Выбор за народом.